Привет, друзья! Ирина Аллегрова – одна из самых ярких звёзд эстрады. Редкий праздник обходится без этой великолепной певицы, без её потрясающего голоса и уже давно полюбившихся шлягеров. Ирина Аллегрова – обаятельная, талантливая и невероятно красивая певица. Несмотря на возраст, она продолжает оставаться в строю и по-прежнему радует своих поклонников настоящим шоу, которое делает из каждого своего выступления. Артистку часто называют «Императрицей российской эстрады» за помпезный сценический образ и хит «Императрица». В личной жизни Аллегрова пережила немало перемен и испытаний, как она говорит, случавшиеся по её воле, но научилась прощать и идти дальше. Поклонники певицы интересуются личной жизнью и тем, как сложилась её судьба. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Ирина Аллегрова, сколько она зарабатывает и какой недвижимость владеет. Родилась Ирина Аллегрова 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону. Её родители были творческими людьми. Отец Александр Аллегров был известным режиссёром, актёром, имел звание заслуженного артиста. Его настоящая фамилия – Саркисов, но он сменил её на Аллегров ещё в годы юности. Мама, Серафима Сосновская, имела прекрасный оперный голос, тоже была актрисой и певицей. Дом Аллегровых был не только творческим, но и гостеприимным. К ним часто приходили люди, имевшие непосредственное отношение к миру музыки. Среди друзей её родителей был Мстислав Ростропович, Арам Хачатурян, Галина Вишневская, Муслим Магомаев. Именно Магомаева Ирина всегда считала своим первым наставником по вокалу. В 1969 году Аллегрова получила школьный аттестат, и какое-то время она работала на озвучивание фильмов, которые участвовали в фестивале индийского кино. Можно сказать, что именно это стало началом её творческой биографии. Сразу после этого молодая певица уехала на гастроли. Вплоть до 1975-го Ирина успела поработать с несколькими музыкальными коллективами. Она много гастролировала с ними по стране. Потом девушка поняла, что без образования далеко не пойдёшь, и приняла решение попытаться стать студенткой ГИТИСа. Однако попытка была неудачной. На протяжении трёх лет Аллегрова солировала в группе «Факел». В 1982 году Ирина резко сменила род своей деятельности. Она девять месяцев не выходила на сцену, предпочитая зарабатывать себе на жизнь продажей кондитерских изделий. Аллегрова пекла дома сладости. Этот талант передала ей мама, прославившаяся своими кулинарными изысками в Баку. От мамы Ирина научилась не только готовить, но и шить. Она сама разрабатывает эскизы для своих сценических нарядов. В личной жизни Ирина Аллегрова пережила немало перемен, как она говорит, случавшихся по её воле. За её плечами четыре брака, и она благодарна каждому супругу, научившему её прощать, перешагивать и идти дальше. «У меня никогда не было любовников, у меня были только мужья». Любит повторять она. В первый раз замуж она вышла в 18 лет, хотя большой любви к своему мужу, баскетболисту Георгию Таирову, девушка не испытывала. Говорили, что решение выйти замуж было принято назло Муслиму Магомаеву. Будущая певица была платонически влюблена в великого маэстро, но тот не обращал на неё внимания, и она решила вот так за это отомстить. В этом браке Ирина родила свою единственную дочь Лалу. После свадьбы Ирина и её молодой супруг остались друг другу чужими людьми. Кроме того, они часто и сильно ссорились. Развод оказался неминуем. Дочку пришлось оставить родителям, а Ирина отправилась покорять Москву. Со вторым мужем, Владимиром Блехером, Ирину связал служебный роман. Руководитель ВИА «Молодые голоса» увидел Аллегрова в ресторане, где она пела. Он предложил начинающей певице поработать в его ансамбле, и та сразу согласилась. Это был хороший шанс заявить о себе. Блехер был очарован не только голосом молодой солистки, он испытывал к ней тёплые чувства. Она больше думала о сцене, но всё-таки приняла предложение Владимира стать его женой. Песню «Наводнение» он напишет для молодой супруги, но споёт она её только через 30 лет. Дело в том, что за незаконные валютные операции Владимир оказался под следствием. Ирина принимает решение его не ждать. Оставаясь женой арестанта, она бы подвергла риску свою карьеру. На эту тему она сегодня говорить не любит. Пара не общалась много лет. Но когда бывшие супруги встретились, то дали друг другу понять, что обиды прошлого забыты. Третьим супругом Ирины стал Владимир Дубовицкий. Он-то и сделал из неё настоящую звезду. Карьера певицы стремительно пошла в гору, как только она начала петь в модном тогда ансамбле «Электроклуб» под руководством Дубовицкого. После свадьбы до Ирины начали доходить слухи о том, что Владимир ей неверен. Обманутая женщина не захотела терпеть обман и настояла на расставании. Муж молил о прощении, желая остаться, но ему указали на дверь. Ирина Аллегрова зареклась выходить замуж после третьего развода. Но судьба свела её с человеком, который, по словам певицы, стал её четвёртым и самым любимым мужем. В 1993 году в коллектив к Ирине Аллегровой из ансамбля Аллы Пугачёвой «Рецитал» пришёл новый танцор Игорь Капуста. Чувства, которые Ирина испытывала к Игорю, накрыли её с головой. Говорили, что ей пришлось отбить любимого у его девушки, и сделала она это очень быстро. Новый спутник был младше Ирины на 9 лет. Многие считали этот союз мезальянсом, но сама Ирина буквально купалась в своём счастье и не желала ничего замечать. Влюблённые тайно обвенчались, а кадры венчания потом были использованы в клипе «Свадебные цветы». Что же стало причиной их расставания? Игорь Капуста говорил о том, что их союз разрушила дочь Аллегровой Лала. Якобы из-за зависти к женскому счастью матери, она настраивала её против молодого мужа. По второй версии, виной очередного развода певицы стала любвеобильность Капусты. Так или иначе, но и этому браку пришёл конец. Вскоре после этого Игорь оказался в колонии по обвинению в торговле наркотиками. После освобождения он пришёл на телевидение, стал участником шоу, где публично сказал, что очень хотел бы увидеть Ирину и объясниться с ней. Но Аллегрова никак не отреагировала на этот призыв. Об этом отрезке своей личной жизни певица старается не вспоминать. Певица признаётся, что сегодня на своего потенциального избранника она хотела бы смотреть снизу вверх. «Он должен быть умнее меня, сильнее, интереснее», – отмечает Аллегрова. Но пока такого человека рядом с ней нет, и звезда чувствует себя комфортно в одиночестве. В прошлом главные мужчины её жизни оказывались слабее. Вместо того, чтобы оберегать и защищать, унижали и предавали. Самыми родными людьми для певицы являются её дочь Лала и внук Саша. Дочь стала личным концертным директором Аллегровой. Внук учится в МГИМО, говорит на пяти языках. Сейчас Лала замужем за трёхкратным чемпионом мира по самбу Артёмом Артемьевым. У него своя спортивная школа, детей в этом браке нет. Мысли о приобретении собственного загородного дома у Ирины Аллегровой появились в 1994 году. На тот момент певица была в браке с Игорем Капустой. Молодожуны теснились в маленькой квартире в Новых Черёмушках, а Ирине хотелось для своей семьи лучших условий. Удача повернулась стороной к певице, когда её друг и наставник Оскар Фельдсман выставил свой дом на продажу. Так Ирина Аллегрова переехала из шумной Москвы в подмосковный дом в посёлке Ватутинки. После покупки Ирине сразу же захотелось всё изменить и обустроить по собственному вкусу. Старое здание было снесено, и на его месте началось строительство коттеджа общей площадью 2000 квадратных метров. Проект особняка певица разрабатывала сама. Глобально ремонт затянулся на 12 лет. На 50 сотках земли Ирина Аллегрова выстроила несколько гостевых зданий и построек, предназначенных для прислуги. Основное здание оборудовано тёплым бассейном, собственным кинотеатром, кабинетом, залом с камином, зоной спа и переоборудованной под холодильную установку комнатой. Начав ремонт, Ирина самостоятельно продумывала каждую мелочь. Она занималась как внешней частью фасада, так и внутренним убранством дома, и не доверяла в этом ответственном деле даже профессиональным архитекторам и дизайнерам. У императрицы есть домик в Италии. Ирина Аллегрова уже не первый год зимует в итальянской Тоскане. После продажи квартиры в Майами народная артистка купила поместье в престижном посёлке Форте-Деймарми. Все дома в посёлке с собственными бассейнами, приватными патиозонами, мраморными колоннами и, главное, за глухими заборами. В октябре 2011 года императрица российской сцены неожиданно объявила, что заканчивает концертную деятельность и проанонсировала прощальный тур. Впрочем, через полгода Аллегрова уточнила, что петь не прекращает, а просто не будет делать большие концертные турне. До сих пор афиши концертов Ирины Аллегровой никуда не делись, но их стало гораздо меньше. Когда Ирина объявила про уход со сцены, народ ринулся в кассы, она собрала дворцы спорта, заработала миллионы. Когда появился второй прощальный тур, народ удивился, но многие всё же сходили на её концерты. А третий тур зрителей уже разозлил. Этот пиар-обман Ирине, по мнению промоутеров, пошёл во вред. Сейчас на Аллегрову просто перестали ходить, она еле-еле собирает небольшие залы. За 500 тысяч рублей, которые организаторы готовы платить за её концерт, певица работать не хочет, а больше никто не даёт. Артисты, которые менее востребованы, ценник не снижают, зарабатывают единичными концертами и выступлениями на днях рождения и свадьбах обеспеченных людей. Так Ирина Аллегрова за одно выступление берёт около 3 миллионов рублей. А вот уже за один новогодний корпоратив Ирина просит гонорар в размере 12 миллионов рублей. Именно перед праздниками череда концертов может обеспечить артиста на несколько месяцев вперёд и позволит не переживать о своих доходах. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!